Всем доброго времени суток, с вами Купер и сегодня у нас на полу отличненький, модненький и очень интересненький рюкзачок от компании LBT, модель 9031C. Итак, вот он такой рюкзачок, я думаю он на литров 60, если честно, что-то я пропустил эту информацию или не нашел, или не помню, или что-то типа этого, ну, не важно. Короче, рюкзачок из 500 кордуры, рюкзачок достаточно вместительный, он бывает в двух вариациях, один вот такой вот, на второй вариации на нем просто моля стропы нашиты и все, больше ничем он не отличается. Рюкзачок сшился для Special Forces, используют его, наверное, по двум назначениям, по одной версии, я слышал, в него просто подрывной вот этот вот канат сворачивают и таскают там вот эту вот подрывную колбаску. И второй вариант, ну, просто обычный полевой рюкзак, который по размерам соответствует пятидневке. Ну, стоимость его в среднем где-то около 140 долларов, но иногда бывают скидочки там на сайтах, вот, как сегодня, например, на дату, получается, 10 июля 2018 года на одном из сайтов он продает сейчас по акции минус 69%, то есть, его сейчас вот можно купить за 44 доллара. 44 доллара за такой рюкзак это, ну, вообще не деньги. И сейчас мы разберемся, почему, потому что рюкзак мне очень нравится и сейчас я вам покажу все его преимущества, что в него влезает и вообще, что это такое. Вот так вот, вот он, собственно, рюкзак сам, спинка его, боковушечки. Тут просто одно большое отделение и вот снаружи есть один маленький такой кармашек. Как вы видите, а, ну, еще вот тут кармашек и с внутренней стороны кармашки. Сейчас их еще поподробнее рассмотрим. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть таких строп с фастексами, что достаточно очень удобно. То есть, у вас тут очень хорошая молния, она, не знаю, вроде это не UKK, это, наверное, какие-то их ЛБТшные. Очень хорошая молния, она очень хорошо расстегивается. То есть, там, если у вас фастекс все отсоединены, то молния очень легко раскроется. Она раскроется под давлением спокойно. Молния вообще идеальная. Хочется это делать просто вечно. Но застегнутым у вас, естественно, это не получится. Он не даст вам полного раскрытия рюкзака, что хорошо. И также эти стропы, они вот тут вот все, прошу заметить, с велкро. То есть, их можно закрепить на любой длине. И вот этот вот остаток, который будет болтаться, его просто закрепить с помощью этого велкро, который тут пришит. Уже сразу с завода пришит. Закрепить, и ничего вам не будет. Вот это вот болтание, как на всех там, или спаках, 3D спаках, бивертейлах и так далее. Вы нужную длину настроили. И там закрепили этот хлястик ненужный. Ну, как видите, длина тут хорошая. То есть, пенку засунете сюда спокойно. Далее вот эти вот кармашки. Сюда, ну, не знаю, что сюда можно запихнуть. Что-то такое очень плоское, не очень объемное. Вот у меня вот рюкзак нагружен. И сейчас вот ладонь сюда достаточно с таким натягом пролазит. Что-то такое плоское, наверное, или антенну какую-нибудь, я не знаю. Что угодно в целом можно придумать. Это уже на фантазию. Наверное, у ЛБТ была какая-то определенная цель и задача этих карманов. Но, к сожалению, об этом я вам не расскажу. Тут у нас тоже велкро имеется, на котором можно клеить патчики. Калсайм и так далее. Кармашек. Не особо вместительный. По размеру, ну, паспорт сюда влезет. Так. Еще важный момент. Тут вот на бегунках, видите, есть кружочки. То есть, это, ну, тоже плюс. Можно зазиповать, затянуть. Можно, там, не знаю, замочек даже повесить. То есть, это тоже хорошая штука. Далее. Плечевые лямки. Как вы видите, они тоже крепятся на фастексах. Тоже на стропе, которая нижняя, есть вот эта вот велкро, чтобы ничего не болталось. Она вообще везде тут есть. Даже на центральной вот этой вот грудной стропе есть вот эта велкро. Вот так отсёгиваете лямку и можете ее запихнуть внутрь. Ну, для, не знаю, целей перевозки. Может быть, для чего-то это реально нужно, чтобы эти лямки не мешались, ни за что не цеплялись. Вы можете убрать их внутрь, во внутренний вот такой вот отсек. И тут тоже очень крутую вещь видим. Если у вас в случае чего сломается вот этот фастекс, потому что фастексам свойственно ломаться, когда на них падаете, камни там, всё что угодно с ними может случиться. И бывали случаи, бывают случаи, когда они ломаются. На этот случай ЛБТ пришили сюда вот эту вот железную штучку, какие ещё со времён Элиспаков идут и используются много где. То есть он у вас треснул, вы просто его отцепляете, его остатки, и цепляете стропу к вот этой железной штукой и продолжаете использование. То есть тут тоже вообще зачёт, продуманная тема. Естественно, не одни ЛБТ до этого додумались. Это реализовано на многих рюкзаках. Но вот конкретно на этом это реализовано, это круто, это прикольно. Далее у нас есть с вами тут пояс. Вот такой вот пояс. Для более комфортного ношения. На поясе есть молли. И тут, внимание, вы просто берёте этот пояс, внутри он крепится тут на небольшие полоски велкора с двух сторон. Вы просто берёте, вытаскиваете отсюда. И у вас есть варбелт. Вполне себе полноценный варбелтик. Полностью прошитый молли. Ну, естественно, он достаточно мягкий. Он мягкий, и в целом его реально можно использовать под эти цели. Причём вы можете сразу на него зависеть под сумки, которые вам нужно использовать на варбелте. И просунуть его так же. То есть это не составит вам труда особого его потом вытащить. Естественно, если вы не цепляете какие-то под сумки, которые прям ого-го больше, чем вот эти вот проходные отверстия. А так вот я сюда утилитарки такие 935 цеплял. То есть они вот спокойно вытащил, засунул. Никак не мешают. Ладно, отложим его в сторону. Смотрим далее. То есть тут вот большой карман, он сквозной. Туда лямки засунуть можно. Их тут же можно скрепить. Можно полностью, короче, запрятать всю эту систему. Вообще отлично. Мне очень нравится. По поводу вместительности. Ну, выглядит он не очень габаритно. То есть такой рюкзак рюкзаком. Но он реально вместителен. Так как в нём нет никаких там ни отделений, ничего. Никакой затраты на какие-либо отделения. Ну, вы поняли, о чём я. Вот так вот он легко расстёгивается. Отсюда вот. Ну, я его забил, но не под завязку. То есть место тут оно вот есть. Но вот я его забил именно вот под комфортное ношение. То есть без какого-то переполнения. То есть сюда там две утилитарки я засунул. Шлем я запихнул сюда. Китель я сюда запихнул. И сюда влез полностью при всём при этом АВС. В разобранном состоянии, правда. Но в разобранном смысле я просто отсоединил плечевые стропы. То есть я рассоединил плиты. То есть передняя плита с подсумками. Ну и, собственно, хорнес с задней плитой. С подсумками, подушками. Всё это очень-очень спокойно влезло в этот рюкзак. Это реально зачёт. То есть рюкзачок небольшой. Но вот он какой-то, как мне показалось, магически вместительным. То есть я вот всё вот это то же самое засовываю в Элиспак огромный. Ларш размера. И он такой весь переполненный, передутый. Страшный такой кракозябр. А тут всё мило, компактненько, удобненько. Внутри, ну, тут вот есть такая прорезиненная пропитка или какой-то слой. Я не знаю, честно, как это всё называется, определяется. Но, в общем, влагу он не пропускает. Ну, какое-то количество влаги, естественно. Он не полностью непромокаемый. Вот, как видите, тут тоже внутри вот эти вот карманы. Абсолютно такие же, как вот эти вот внешние. Я не знаю, возможно, сюда вообще что-то вставляется, какие-то жёсткие вставки. Ну, я не знаю, честно. Тут у нас шильдик. Сейчас попробуем, конечно, сфокусировать. ЛБТ, 9031С, цвет МС, МПЛС, Лондон, тыры-пыры, номера, сайт и дата производства. Также, сразу мы видим тут, есть отделение для, точнее, не отделение, а вот эти вот дырки для пропуска трубки гидратора. И также, как на 3D-спаке, собственно, практически, вот эти вот VL-крахлястики, которые будут дополнительно фиксировать трубку гидратора. По поводу спины. Смотрите. Такая вот пластиковая пластина с, не знаю, что тут, алюминиевая или стальная, но она вот достаточно так, ну, гнётся, но чувствуется так, что там что-то очень жёсткое. Я даже не знаю, это пластик или нет, потому что он какой-то намного круче пластика, по-любому как-то по-другому называется, но, опять же таки, я не знаю. Вырезали ЛБТшники, это как-то, наверное, на коленках, то есть видно, что эта пластина, она такая, слева обрезана чуть больше, справа меньше, ну, её явно там на станке вручную обрезали. Но это не важно, главное, что по форме рюкзака всё влезает, всё отлично. А ну, вот видите, тут на спине очень видно вот эту вот пропитку, не пропитку, не знаю. В общем, какая-то доля непромокаемости у него есть. Ну, сейчас практически на любых рюкзаках такая штука, даже на гражданских. Так, пластина эта обратно вставляется очень хорошо, очень легко. Лямка для переноса руки тут, ну, хорошая, обычная, надёжная лямка, ничего о ней сверхъестественно сказать нельзя. Плечевые лямки тоже мягенькие, и тоже комфортно очень носить их. Прошиты, естественно, по центру жёсткой стропой. Строп? Стропой, не знаю. По серёдке у вас тоже фастекс, скрепляющий две лямки на груди. И в целом всё. Больше о этом рюкзаке сказать нечего. Очень хороший рюкзак, который стоит недорого. ЛБТшка. Очень качественный. Прям вот за качество. Прям вот радостно. Очень приятный и очень тактильный рюкзачок. И вместительный. То есть, блин, можно его купить и выезжать там спокойно на игры, которые не более суток там будут длиться. То есть туда можно, вполне можно уместить весь какой-то запас, учитывая, что провиант вы где-то будете отдельно везти. Но, может, и не отдельно. Я не знаю. Всё от вас зависит, опять же таки, от вашего снаряжения. Тем более, если вы используете какие-нибудь РПС-ки, то вообще идеальный вариант. Молния замечательная. Всё замечательно. Всё отлично. Советую реально. Всем спасибо. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова